Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Сильный ветер и 40-градусные морозы обрушились на Казахстан. Заметает восток, юг и юго-запад республики. С утра 16 февраля жители Алматы стали свидетелями сильного снегопада. На уборку снега вышли 483 единицы спецтехники и 1180 дорожных рабочих, сообщили в Акимате. В Акмолинской области из-за сломавшегося в дороге автобуса в снежном плену оказались 64 человека. Людей на трассе Жаксы и Сильбузылык эвакуировали и доставили в пункт обогрева спасатели Жаксынского района. Медицинская помощь никому из них не потребовалась. 67 человек, оказавшихся в снежном плену, эвакуировали в Жатысусской области на автодороге областного значения Сары-Озек-Коктал. Все эвакуированы, доставлены в пункт обогрева. В медицинской помощи не нуждались. Застрявших на трассе в области Абай людей пришлось эвакуировать на вертолетах. Сложная обстановка наблюдается в Копектинском районе области Абай. Техника не смогла пробиться к застрявшим на трассе, поэтому пришлось задействовать авиацию. На вертолете Ми-8 эвакуировано в село Колбатау 29 человек. Это женщины и дети. Акимат Жарминского района организовал в кафе Жолболсон пункт обогрева. По данным МЧС, в настоящее время вертолетом Ми-8 авиаподразделения Акимата и Снежного заноса были эвакуированы еще 32 человека. А вертолетом Ми-17 Минобороны эвакуированы 12 человек. При помощи техники высокой проходимости до автомобиля вахта из пассажирского автобуса эвакуировано 30 человек. Имеется информация о четырех пострадавших. Степень обморожения устанавливается. В эти дни в 11 областях Казахстана в связи с ухудшением погоды ограничили движение транспорта на 46 участках автодорог республиканского значения. По прогнозу, ожидается понижение температуры до минус 33-35 мороза с усилением ветра. 63-метровая башня с нефтехимическими отходами рухнула в октаву во время горения. 16 февраля в 11 часов 55 минут на территории индустриального парка Мангистау в пятой производственной зоне Октау произошло возгорание нефтехимических отходов внутри 63-метровой башни, пришедшей в негодность, сообщает МЧС. Площадь горения составила около 60 квадратных метров. В тушении задействовали 30 человек личного состава и 6 единиц техники. Причина возгорания выясняется. На перевале Камчик в Узбекистане прошел снег. На очистку дорог вышла спецтехника. Для того, чтобы на дороге не образовывалась наледь, ее посыпают песчано-соляной смесью. А водители просят соблюдать правила и ездить осторожно, сообщает служба безопасности дорожного движения. Спасательная операция МЧС России развернулась в Охотском море. Рыболовный траулер находился в 200 километрах от берегов Магадана. Помощь потребовалась члену экипажа судна. Сотрудники МЧС России при помощи специальной корзины и бортовой лебедки подняли пострадавшего на борт вертолета. Мужчина уже доставлен в больницу Магадана. В бразильском муниципалитете Риуду-Сул в штате Санта-Катарина из-за сильных проливных дождей, ослабивших почву, сошел оползань и часть дороги обрушилась вниз по склону к реке. В результате инцидента никто не пострадал. Рядом находятся жилые постройки и проходит еще одна дорога. Сейчас место обрушения обследуют специалисты на риск повторения обрушения. Снежная буря обрушилась на север Синьцяна в Китае и привела к почти нулевой видимости. В результате некоторые трассы в регионе были закрыты до улучшения погодной обстановки. В Амане продолжаются сильные дожди. Часть регионов страны борется с наводнениями. В Эль-Бурайме вместе с ливнем выпал крупный град. Градом побило автомобили и крыши зданий, а сильные потоки воды залили улицы. Также от ливней страдает Саудовская Аравия. В Шакре провинции Эр-Рият проливные дожди сопровождали сильным ветром. На Сахалине в Паранайске в ночном небе жители могли увидеть световые столбы. Морозная погода благоприятствовала этому явлению. Как сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии, на Солнце произошла сильная вспышка высшего балла Х. Максимум вспышки зарегистрирован в 9 часов 52 минуты по московскому времени. Мощность события оценена как Х2,6. Таким образом, это четвертая по силе солнечная вспышка за последние 5 лет. Вероятность воздействия вспышки на Землю на данный момент оценивается как крайне незначительная. Событие произошло на краю солнечного диска на большом удалении от линии Солнца-Земля. Вероятность формирования магнитных бурь и образования полярных сияний составляет менее 5%. Над вулканом Эбека зафиксировали пепловый выброс высотой около 3 километров, сообщает пресс-служба Камчатского филиала геофизической службы РАН. Вулкан активизировался еще в 2016 году и с тех пор периодически просыпается. Эбека – это действующий вулкан высотой 1156 метров, расположенный в 6 километрах от севера Курильска на острове Парамушир. Он один из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды. Является сложным стратовулканом с необычной вершинной структурой, состоящей из трех кратеров. Над чешским городом Иглово с населением около 50 тысяч человек в небе наблюдалось облако в виде пера. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить и оставаться в курсе последних событий.